Любой проект, имеющий художественную составляющую, будь то это книга, фильм, картина или игра, имеет в себе важный аспект — повествование через окружение. И в интерактивном виде искусства, к которому относятся видеоигры, данный момент имеет, если не ключевой, то один из важнейших для меня лично поводов назвать тот или иной проект моим любимым. И если вы спросите, почему Escape from Tarkov привлёк к себе моё внимание, то одним из того, что я вам назову в качестве вариантов ответа — это интерес к истории мира и его малым сюжетам. А так как общего сюжетного повествования в игре на данный момент ещё нет, то сам этот сюжет можно строить самому, отталкиваясь от окружения игры. Ведь Escape from Tarkov — это не только про стрельбу, лутание или постоянное недовольство тем, как игра работает. Это ещё и возможность насладиться практически реальным миром, но перенесённый в виртуальную реальность со своими условиями. Полгода назад я говорил, что новая локация улицы Tarkov имеют огромное количество отсылок и мини-историй, в том числе и рассказывающие сюжет игры. И я думаю, что пришло время мне про них вам рассказать. Возможно, я нашёл не всё, либо вы смотрите это видео гораздо позже, когда уже появилась вторая часть или третья часть улиц Tarkov. Там, скорее всего, ещё что-то есть, и вам будет о чём узнать. Но это будет потом. Сейчас я расскажу то, что я нашёл и увидел. Поэтому меня зовут Дмитрий Холодильников. Давайте я начну. Итак, чтобы понять, что такое Tarkov, как город, давайте обратимся к истории мира Россия-2028 и текущему игровому воплощению города. Город Tarkov появился примерно в середине 60-х годов, вместе с появлением на этом месте крупных приборостроительных и радиоэлектронных предприятий оборонного назначения. Со временем город стал важным научным и производственным центром региона. В 1994 году город стал открытым вместе со снятием статуса закрытого административно-территориального образования. А численность населения к 2008 году достигла практически 1 миллиона человек. То есть город достаточно крупный. Исходя из этого, можно ожидать большую схожесть Tarkov с реальными городами России. По населению Tarkov очень похож на Воронеж и Красноярск того времени 2008 года. А вот по дате создания, как таковых аналогов, практически и нет. Закрытые города типа Курчатова или Норильска похожи по созданию, по времени. Но вот населения столько в них никогда не было. И они не предназначались для такого населения. А значит и развивался Tarkov совсем другим путем. Не так, как обычные города нашей страны. Поэтому предлагаю изначально обратить внимание на архитектуру города. По крайней мере ту, которую мы можем оценить сейчас. Приморский проспект. Это главная артерия этой части города. Широкая проездная часть, разделенная троллейбусными путями. Широкие тротуары и много общественного транспорта. Дома, нависающие над проспектом, явно вдохновлены Невским проспектом. Санкт-Петербурга. Один из главных ориентиров улиц. На данный момент это кинотеатр «Родина», являющийся практически полной копией реального кинотеатра «Россия» в Москве. Совсем недалеко от кинотеатра находится большое здание «Вести». И, скорее всего, здание относится к местной радиокомпании или медиакомпании, которой могли принадлежать два печатных издания «Вестник Таркова» и «Огни Таркова», являющиеся одним из главных источников информации последних дней Таркова. Сам же «Квартал Вестей» является практически дословным переносом места со столичной Пушкинской площади. Ну и перед кинотеатром расположен небольшой парк и памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. Такой же памятник есть и в Люберцах Московской области, правда, там Юрий Алексеевич без шлема. И, конечно, есть другие архитектурные отсылки, но в самом главном архитектура и планировка города сочетает дух двух столиц. Видно, что в Тарков было вложено огромное количество сил и инвестиций, так как за короткое время из него сделали очень большой город, если не назвать это попыткой создания третьей столицы – научно-технической. А крайне выгодное географическое положение делает город Тарков не просто важным, а стратегически важным городом, отчего и компания Террегруп была готова к радикальным действиям, а руководство страны пыталось вернуть контроль над городом всеми доступными способами. По сути, из-за города и окрестностей была развязана полноценная война, а так называемые западные партнеры могли быть вполне заинтересованы тем, чтобы научно-техническая столица государства прекратила свое существование. Но в то же время, в каком-то смысле, существование города Тарков выдает его искусственное образование. Естественно, игровую локацию создают из референсов на реальные места, но что, если вся эта искусственность города должна была показать, например, почему в относительно благополучном городе было так много преступных элементов, что даже на момент игры Escape from Tarkov в городе просто огромное количество диких. Может, потому что взрывной рост города, его внешнее благополучие, привлекал не только простых горожан, ищущих работу и спокойную гавань, но и криминальные элементы, которые видели в этом благополучии источник своего дохода. Для меня вот это очень стало интересной мыслью. Но давайте перейдем к другому. Рассмотрим окружение улиц Таркова, чтобы узнать, что оно нам может рассказать об обитателях города, по крайней мере, в прошлом. Квартиры на Чеканной являются одним из самых жарких мест сражений на улицах Таркова. Там постоянно крутятся разные ЧВКшники, но это явно место было ранее обиталищем различных местных. Но вот кто там жил конкретней? Например, одна из безымянных квартир на втором этаже. Там, скорее всего, явно жил каскадер, ведь только он мог додуматься использовать велосипед с трамплином из окна второго этажа. Идея, конечно, отличная. Скорее всего, он выиграл за это премию. Правда, премия явно в честь создателя теории о происхождении видов. Ну вот на третьем этаже. Она является тюрьмой, что очень странно, ведь обычно такие места делают в подвалах или на первом этаже. Но первый этаж слишком был важен в оборонительном плане, а подвал попросту недоступен. Третий этаж хорош тем, что у пленников было мало шансов сбежать через окна, несмотря на решетки на них. Но что вот тюремщики не смогли предусмотреть, это то, что в одной из камер пленники сделали пролом на второй этаж и, возможно, совершили успешный побег. Напротив же, бывшие сидельцы так и остались в камере, как и следы от пуль в других камерах, что говорит о том, что кто-то подчищал за собой и устранял лишних свидетелей. И, возможно, тот, кто сбежал из той самой камеры, привел сюда полицию, которая пыталась взять ситуацию под контроль. Но так как машины остались перед домом, судя по всему, это им не удалось. Но кто же создал эту тюрьму? Явно тот, кто не боялся, по крайней мере, полиции. На углу улицы Разведчиков и Приморского проспекта есть некое заведение, которое имеет название Бойков-Легал. Кто же такой Бойков? В истории Таркова и Норвинска я найти не смог на это ответ. Но вот был у Таркова коррумпированный мэр А.П. Волков. И если английское название прочитать транслитом, то получается как раз Волков-Легал, то есть легальный Волков. Сам же Волков, согласно лорным записям, проходил по уголовным делам, связанных с коррупцией. Незаконно торговал землей в пользу террогрупп. А значит, и взяток могло быть много, и нужно было куда-то деньги легализовать. Поэтому что он сделал? Правильно, открыл заведение, которое назвал своим именем, пусть и не так уж прозрачно. Жилищный комплекс «Конкордия», квартира 64. Комната с камерой и большой двухспальной кроватью. Квесты с названием «Компромат» получают весьма интересное продолжение. Но что если эта комната специально использовалась для специальных дел? Ну и, конечно же, соседняя комната была для слежения. Видно, что там был очень важный и богатый человек. Естественно, вопрос, почему эта квартира на втором этаже? Просто потому, что, скорее всего, эта квартира была именно таким инструментом, а не местом, где жили. Тридцатая квартира на Чеканной. Имеет интересную афишу концерта «Гинны Бёрн». А на улице Климова, напротив выхода с фаером, имеется музыкальный магазин «Гинны Бёрн». Это говорит о том, что «Гинны Бёрн» и в Таркове является известным музыкантом. А именной магазин говорит об успешности исполнителя. Также это может означать, что «Гинны Бёрн» имеет свою торговую сеть музыкальных магазинов. Ну или, возможно, город Тарков так или иначе является для него родным. Вот так Никита Васильевич плотно вписал своего штатного композитора в мир игры Escape from Tarkov. Спустимся в подземную парковку Конкордии. Комната охраны. Внутри полурабочие мониторы слежения. А на столе лежит записка, адресованная некому Ивану Семёновичу, который был тут охранником. И сам автор письма явно был его партнёром. Пишет, что нужно уходить в санаторий, где спокойней, и там он будет ожидать Ивана Семёновича, на голубцы. Конечно, санаторий совсем не был спокойным местом, но вот голубцы — это очень странная и очень смешная отсылка к мемной статье из реальной газеты. Так сказать, увековечили народное творчество вот таким вот способом. Магазин «Костин» недалеко от приморского такси. Внутри есть два плаката, где очень похоже, что изображён вполне себе барахольщик Аршавир. Так что его внешний вид и ухоженность на артах, а также его заинтересованность торговлей одеждой, вполне объясняется его прошлой жизнью. Он занимался не только торговлей. Также можно встретить политическую рекламу, которая немного рассказывает об устройстве города до фатальных событий. Готовились выборы депутатов Таркова, запланированные на 13 сентября. И один из депутатов явно хотя бы был честный. И, судя по всему, выборы так и не состоялись, что ещё раз подтверждает, что роковые события в Таркове начались в августе. А вот какого года? 2011. А календари с 2014, 2016 и 2017 годами на локациях уже были развешаны гораздо позже обитателями Таркова. Поговорим о Terra Group. Что же это такое? Мы знаем, что эта компания так или иначе занималась медицинскими и военными исследованиями. И во многом компания имеет массу тёмных секретов. А подчищает следы за ней чаще всего ЧВК ЮСЕК. Но и компания Black Division тоже иногда привлекается. Так вот, в городе Тарков на улицах встречаются места, связанные с Terra Group. И, пожалуй, главным является офис по Приморскому проспекту, который на данный момент недоступен для изучения. Однако его можно увидеть. Рядом с офисом стоят щиты с надписью «Произвол Terra Group и нет увольнения», а также имеется машина протестующих. Люди явно были недовольны компанией, если не в плане её деятельности, то, по крайней мере, в отношении к своим сотрудникам. А это значит, что компроматы на Terra Group могли сливать не только возмущённые её незаконной деятельностью, но и просто недовольные трудовыми условиями люди. Вторым связанным с Terra Group по значимости на данный момент является здание TerraCode, рядом с выходом точки эвакуации. Судя по рекламам таблеток, находящимся внутри помещений, скорее всего, это очередная фармацевтическая контора. Но наличие в названии код, возможно, делает компанию, связанной с ветеринарным направлением. Но, тем не менее, один из рекламных плакатов говорит о таблетках Кенни. А что бывает с Кенни из Южного парка, чаще всего? Ну, думаю, возможные побочные эффекты этих таблеток вполне ясны. Также, скорее всего, одним из объектов Terra Group является подвал аптеки на Приморском. Лаборатория ТЭЛАП. Очень намекает на связь с Terra Group ее название. Ну и совсем косвенно, напротив кинотеатра Родина есть магазин одежды Трунхут. И внутри есть фотографии одного из вида продукции. Одежда с принтом Юсек. Не находите это странно? То есть, возможно, данная торговая сеть как-то связана с Юсеками и Terra Group. Либо просто брендированная одежда западной ЧВК просто популярна у молодежи. Темная сторона города Тарков на данный момент – это местные культы. Или культ. У нас в их общем называют сектантами. Встречают их чаще всего небольшими группами, где есть один жрец и несколько послушников. А места временного обитания чаще всего отмечены характерными символами. Но вот на улицах Таркова мы можем найти их настоящее логово. Ресторан Достоевский. На первом этаже воссоздана картина «Тайная вечеря». Только составлена композиция из завернутых в мешки трупы, отрезанных голов свиньи, окорока и запястья человека. Поднимаясь на второй этаж, стоит манекен со свиной головой и человеческим запястьем правой руки. А за самим манекеном есть перевернутая надпись «Ума». А так как ресторан называется Достоевский, то весьма прямая отсылка на его произведение «Горе от ума». Самое интересное, что на втором этаже есть три разных символа сектантов. Всевидящая ладонь, пылающее зеркало и знание в руке. Название я, конечно, придумал сам. Почему бы и нет. Но три разных символа не обозначают ли разные направления культа? Возможно ли, что у каждого из направлений есть свои культисты, свои последователи? Либо все эти три знака объединяют всю эту загадочную силу Таркова? Во многом это подталкивает к рассуждениям. Совсем недалеко на Приморском проспекте, 45-я квартира, есть детская комната. Снова сектанты. Причем в окне есть перевернутый крест, один из главных символов сатанистов. Но замечали ли мы такие наклонности у сектантов? Я задался этим вопросом и подумал, а что если это место совсем не связано с сектантами? Возможно, им кто-то мог подражать. Детский сад Лисичкин дом. Очень странное место. В отличие от многих легкодоступных мест, в нем практически ничего не разграбили. Я понимаю, что искать что-то ценное в детском саду дело такое себе, но все же место немного жуткое. Так как создается впечатление, что там были дети буквально вот совсем недавно. На кроватках аккуратно разложены игрушки. Либо там кто-то жил. Тот, кто раскладывал эти игрушки по местам и охранял это место, что туда не заходили даже самые отбитые дикие. И давайте немного расслабимся. Посмотрим на культурные отсылки улиц Таркова. Самая проходная квартира 47-48 Приморского. Некоторые квесты рассказывают про то, кто там жил внутри. И музыкант, и любитель балета, но чувство вкуса однозначно у человека было. Картина «Ежик в тумане», где он стоит рядом с лошадкой. В жилом комплексе «Конкордия», в самой крайней квартире второго этажа, можно найти картину с Филином из этого же мультфильма. Любовь к советской классике разработчик проявляет не только через фразы диких. Тем не менее. Кстати, в этой же квартире на улице разведчиков есть закрытая комната, которую можно увидеть только снаружи. И вот в ней почему-то на полу установлены небольшие прожекторы света, которые почему-то смотрят вверх. На самом деле в доступной части улиц Таркова есть два кинотеатра. Если кинотеатр «Родина» вполне обозначен четко, то вот второй кинотеатр более скромный и является частью другого здания. Главной афишей кинотеатра является постер кинофильма «Крайний рейс» Юлиана Конторского. И на мой взгляд это является прямой отсылкой на фильм «Экипаж» 1979 года, одним из авторов сценария которого является Юлий Дудинский. Юлиан Конторский, Юлий Дудинский. Мне даже кажется, что есть немного созвучия. Одна из вывесок в магазине «Спарджа». «Сока. Армия. Россия. В чем сила, брат?» Цитата настолько известная, что и первоисточник указывать смысла нет. Ну и как же обойти классику, не стареющую, одной из офисных помещений Почты Руси, что тоже является естественной отсылкой. Два резиновых изделия. Дементий, гони свиней. А в здании кинотеатра «Родина» есть казино «Три калаша», что есть отсылка на знаменитого тарковского рэпера «Мутант АК-47». Кафе «Назад в 90-е» имеет вывеску, отсылающую к фильмам «Назад в будущее». Ну и на выходе в подземной реке есть место с отсылкой на черепашек «Ниндзя». Ну и как же мы можем обойти юмористические отсылки? «Змейский переулок. Квартира 5». Встречает нас коврик с фразой «Оу, шит, not you again» — отсылка к легендарной мемной фразе Сидоджи. Ау, шит, here we go again. В этой же квартире на кухне есть сборник книг, подборка от разработчиков для чтения, юнити для абсолютных новичков, как научить вашу собаку квантовой физики, игры, в которые вы можете играть со своим котом, ядерное оружие развития тактики, венский «История успеха», основы пикапа и классика «Война и мир Толстого». Конечно, эти книги встречаются и в других местах города, но думаю, что если вы хотите устроиться в БСГ, то этот список литературы является обязательным критерием успешного прохождения собеседования. Кстати, о разработчиках. Перед парком кинотеатра «Родина» есть закусочная «Полуночный кранч» — девиз любых разработчиков, которые делают патч в последний день до релиза. Отель «Пайнвуд» — вход со стороны улицы Климова. На ресепшене граффити, ну как там с деньгами. Рядом же есть еще одно граффити «Голова-глаза», ну и дальше на втором этаже есть лампа, которая светит ярче солнца. Напротив отеля, с другой стороны по улице Климова, есть зоомагазин «Пес» с достаточно мемным изображением на вывеске. Совсем недалеко — стоматология «Дентал». Обращаем внимание на сертификаты на стене и смотрим на их работников. По пивку Денис Борисович, Балаболов Семен Андреевич и Васькович Баян Андреевич. Ну и в одной из квартир рядом с заводом есть настольная игра «Тролополия». Немного отсылок на разработчиков. Конечно же, самой главной отсылкой является заведение «Крутая шаурма». Идея такого заведения появилась благодаря тому, что на одном из стримов Тарков ТВ Лайф Никита Васильевич сказал, что больше не занимается разработкой игры, а просто будет торговать шаурмой. «Закрывает у БСГ нафиг, пусть лучше крутят шавуху». Ничего не знаю вообще. Да, 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 да. «Фигнёй страдают 200 человек». «Не фиксят ничего, не оптимизируют». «Главный вообще чепушила какой». «Да, да». «Ставь шесть шестов с шавухой, ставь, пусть крутят шавуху». «Отлично будет. Больше заработаем». В общем-то, «Крутая шаурма» является самой большой отсылкой на «Всё подряд». Сам логотип – это изображение Никиты с надписью «БСГ». Слоган «Теперь мы работаем» – это то, что хотят слышать игроки из «Кейфром Тарков» от «БСГшников». Внутри помещения ряд надписей, отсылающие на соревнования по практической стрельбе солёные псы, где Никита и сотрудники часто принимают участие. Отсылка на GTA San Andreas. Над входом забавной «Волки Компани» – один из вариантов названия «БСГ». «Боже, храни Батлстейт». Такую надпись содержат шевроны, которые в реальности имеют только разработчики из «БСГ». Расшарена с патронами – это локальный мем. Как и крышка кастрюли с надписью «Чека нам больше не нужна». Тоже локальный мем про «БСГ», где один из ключевых сотрудников закинул взведённую страйкбольную гранату в кастрюлю. И это был, конечно же, Никиба. Над стойкой на одном из мониторов есть надпись «Контора» в стиле игры «Контра». Ну и несколько граффити – «Сбэу», «Хэт Ай» и «Вода мокрая», что являются общими мемами нашей игры. Пойдём дальше. В офисе компании «Финансист» работает бегущая строка, где можно увидеть, как акции компании «БСГ» идут в рост. На Приморском проспекте есть отделение банка «Абсолют Банк», что, скорее всего, является отсылкой на компанию «Абсолют Софт» разработчиков «Контракт Ворс» и первую студию Никиты Буянова. На самого же Никиту Васильевича есть несколько отсылок. Улица Никитская и рынок Никитский, который находится за выходом в подземной реке. Также можно встретить рекламу фильма «Василий» от знаменитого Никиты Баянова. Ну и как же не могу упомянуть рекламу некой Battlestar Pants. Это очень секретная организация, в которой состоит лишь несколько людей, имеющие отношение к Escape from Tarkov. И для вас, друзья, есть у меня квест. Напишите хотя бы трёх сотрудников этой организации в комментариях. И для того, чтобы закончить этот ролик на последней отсылке, если, конечно, она таковой является, Улицы Таркова неоднократно будут расширяться, и мы можем строить свои догадки, где именно они станут просторнее. Но вот где улицы станут, скорее всего, чуть больше в ближайших патчах? Змейский переулок, блокпост напротив двора. Там находится школа, её показывали ранее на скриншотах. А недалеко находится Мурал с Гагариным, тоже со скринов. И на скриншотах эти места выглядели вполне себе готовыми, поэтому появление этих мест для меня вполне очевидно в ближайшее время. И да, школа находится на улице Камчатской, что, скорее всего, является отсылкой к месту рождения Никиты Буянова, а именно Камчатке. Насколько было интересно и полезно то, что я сегодня вам рассказывал, вы можете судить сами. Я же могу сказать, что мне было интересно искать все эти отсылки. Конечно, я нашёл их не все, но я лишь надеюсь, что следующий патч с расширением улиц Таркова выйдет как можно быстрее и принесёт новые отсылки и пасхалки, что даст новое дыхание и натолкнёт меня на продолжение поисков тех самых крупиц истории мира Россия-2028. И я благодарю вас, друзья, за просмотр. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Особая благодарность товарищам, которые поддержат меня на Бусти, и не только. Их гордые имена сейчас на экране. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всего вам лучшего и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok